У меня тут всё розовое, и бомбочки для ванны, и даже бритвы розовые уаньки надыбыло для подмышек. Ой, упс, кажется, сейчас я устрою потоп, и по-моему не только потоп, но ещё и пожар. Привет, я Чихуахуа Софи, и 6 ноября у меня был день рождения, мне исполнилось 8 лет. И я снимала в честь этого блогерское видео, утро в одном цвете. Я показала, как я просыпаюсь, умываюсь, завтракаю, прибираюсь за киса Лизой и моими друзьями-пёсиками. Собираюсь на прогулку, гуляю, стираю, делаю фото в инста. И по вашим просьбам в комментариях, я решила доснять 24 часа в розовом цвете. Это такой челлендж, и показать свой розовый день рождения. И для этого мне надо будет нарядить в розовое всех остальных. Помните, утром я выбирала одёжку из своего розового гардероба? Я переоделась в домашнюю розовую одежду, а вечером надену платье. И потом я заполняю свой розовый ежедневник. У меня же всё должно быть розовое, даже канцелярия. А ты пока что ставь лайк, если ждёшь такие же ролики от остальных питомцев. Пиши свои комментарии, ведь они попадают в видео. А потом обязательно сходи посмотри влог на Мэджик Фэмили про шокирующее поведение нашей скромняшки Миши. Чего она там только не натворила, пока Аня была на фан-стрече в Красноярске. Кстати, ещё одна сходка будет 7 декабря в Москве. Правда, это будет выставка кошек, а не собак. Короче, не забудь прочитать описание внизу. Ссылка на новый ролик про Мишку там тоже будет. А мне нужно выбрать розовые стикеры для украшения моего ежедневника. Пожалуй, темой следующего видео будет еда. Ну чё, люблю я поесть, а кто не любит-то? Я выбрала вот такой вот розовый кофеёк и розовый стикер с кустяшками, на котором написано «Умру без сладкого». Вот, наверное, об этом и будет следующее видео. Отличненько, по-моему, очень красиво смотрится. Я прекрасный заполнитель ежедневников. Ай, ладно, надоело мне в этих очках. Кого я обманываю, они же даже без стёкол. Готово, а теперь надо привести себя в порядок к празднику. У меня есть розовая косметичка, а в ней куча всяких розовых женских штучек. Три разных розовых зеркала, на разные случаи жизни, между прочим. Две розовых помадки, хотя на самом деле это ручки, ну и что. И пять разных розовых расчёсок, массажки и гребешки. Так, надо ими причесаться. Первый расчесалась, ну как, лучше стало? Второй, ну как, стало лучше, а? И третий, ну что, ну, стало лучше-то. Свет, мой зеркальце, скажи. По-моему, ничего не поменялось. Да, ну их. Так, ладно, теперь в свои 24 часа в розовом свете мне пора перекусить, пообедать. В этом розовом ланчбоксе у меня ужин. И пара собачьих рогаликов. А в этом красивом розовом ланчбоксе у меня обедик-перекусик. Надо побольше попить, чтобы еды меньше вместилось. Я же, это, на диете. А то и так толстая. Я решила уже с зимы худеть к лету, чтобы заранее, а не как обычно поздно будет. Так, мою косточку я кладу в розовую мисочку. Ой, да ладно, что я выделываю, съешь собака. Поем без мисочки, а? Так что, ничего страшного, что я поем вот так, руками. Хотя, наверное, это не очень прилично. И я приучаю других людей кушать руками. И вообще, меня не люди смотрят, а собаки. Надо подумать, что из розовых одежек дать Эйвену на день рождения. Все-таки, наверное, эту футболочку с пинг-видом. Ой, надо доедать от ужа. Аня говорила, что она придет. Подарить мне розовый подарок. И в честь твоего дня рождения и челленджа 24 часа в розовом свете... Ты не решила подарить розовую коробку? Нет, ты ее открой. Поздравляю тебя. Ух ты. А 7 декабря правда выставка кошек, а не собак? Ты что, возьмешь с собой кису-лису? Пока еще не знаю. Ну что ж, с праздником тебя. Класс, столько игрушек и все розовые. Клубнички, мороженки, косточки, мячики. Какие-то непонятные розовые чуваки. Столько всего розового, прикольно. И даже пончики розовые есть. Да, розовые донаты для тебя. А давай поиграй немножко. Хорошо, погоди, а ты что, в розовых носочках, серьезно? Да, а что, у меня и носки должны быть розовые. Ничего, просто прикольно. Лови мячик. Сейчас, погоди, принесу. Да у тебя тут все вокруг розовое, ну ты даешь. Я принесла мячик. А смотри, тут твоя любимая пищалочка. Кинь клубничку. Лови. Я поймала. Ой, какой прикольный чувак. А пончик словишь? Ловлю. Видела, я на лету поймала. Класс, София, давай еще раз. Кидай еще выше. Видела, я опять поймала. Ну ты даешь. А давай мячик. Поймала. Ого, София, ты поймала его прям на лету, да так высоко. А еще выше. Опять поймала. Так он, так он изо рта вываливается. Главное не уронить, я погоди, принесу. Давай, давай его сюда. Ну ты, конечно, у меня супер собака, молодец. Короче, поздравляю тебя. София, а что ты делаешь? Прячу мячик в миску в воду. Вот ты всегда так делаешь. Я даже в 50 фактах о тебе на канале Magic Family это рассказала. Помнишь, когда я брила тебя? Да, это у меня такая фишка. А зачем? Расскажи мне по секрету, а? А вот не скажу. Вот надо мне так. Ясно, ладно, я пошла. Ой, нет, стоп. До того, как не забыла, вот тебе еще в подарок в твою розовую большую коллекцию розовая сумочка. Ух ты, какая она прикольная. Прям того самого цвета, как ты любишь, ярко-розовая. Но, по-моему, она мне маловато. Что-то как-то у меня не особо получается в нее залезть. Вот так уселась вроде. Но я, Софиш, не для этого ее тебе подарила. А зачем тогда? Ну, носить в ней, например, свои розовые вещички. Может, мы наконец-то скоро в поездку поедем какую-нибудь, а? Не, ну я, конечно, не намекаю. Ну что, я зря солнечные очки купила. Да, я надеюсь, что мы обязательно все вместе скоро поедем в какую-нибудь поездку. Бу-у-у, хорошо, тупая уже, давай. А то мне пора от остальных подарки принимать. Ладно, пока. Так, пора всем наряжаться к празднику. В честь дня рождения я надела свое красивое платье бабочка. Юми дала толстовку одидока, Миша платится сердечком. А Эйвену пингвинчика. А нам обязательно быть всем розовым? Я же мальчик. По-моему, София, это женская кофточка. Эйвен, хватит ныть, она с пингвином. Но она в горошек и с рюшечками. Я чувствую себя в ней дураком. Я же парень. Эйвен, дари давай уже свой подарок скорее. Ну ладно. Я дарю тебе, София, вот этот массажер для лица. Массируй свою морду и будешь выглядеть моложе. В смысле, я че, старой выгляжу, да? Все понятно. Да ладно, тетя София, норм подарок, че ты? Ладно, спасибо, братик. А я дарю тебе, София, вот этот рюкзачок розовый с ушками. Вон силиконовый, на нем розовый фламинго. Спасибо, Миш, очень классный женский подарочек. Мне такое пригодится. Юми, что ты опять там придумала? Опять какую-то ерунду дарит. То носки дурацкие, то еще что-то. Это антистресс. Юми, на день рождения нужно дарить нормальные подарки. Вообще-то это в коллекцию розовых антистрессов, тетя София. На, София, поздравляю. Да, спасибо, покемон. Нормальный подарок, че вы? Да они вечно на меня наезжают. Зачем мне эта розовая мыка, а? Эээ, ладно, короче, я же это, тетя София, я же это, стих учила. Ой. Короче, с днем рождения поздравляю, счастья, радости желаю. Дальше я забыла, я решила подарить тебе гитару. Потому что ты прикольно поешь, надеюсь, ты будешь сочинять свои песни и петь их нам с днем рождения. Спасибо вам всем. Мы всей волшебной семьей тебя поздравляем, София. Да, теперь можно уже снять с себя эту женскую кофточку. Эй, ну не будь ты таким ворчуным. Да потому что она женская. Короче, с днем рождения. С днем. Спасибо, ребятки, большое вам за подарки, за то, что вы сдержали мои 24 часа в розовом цвете, а мне пора принимать ванну. Ничего себе прикольно. Я тоже хочу снимать такой челлендж. Да и а можно нам раздеться уже? Да кто это тут настроил? Для меня замков из коробок и пленок. Обожаю. Да уж, Кисариса, вообще-то это не для тебя. Это новая мебель на жемней сад приехала. Может, Аня снимет покупки на Мэджик Фэмили? Ладно, а ты тут не балуй, я мыться пошла. Какая еще мебель? Это замки для меня. У двуногих какая-то своя ванна, а у меня розовая джакузи. У меня тут все розовое и бомбочки для ванны. И даже бритвы розовые у Аньки на дыблок для подмышек и масочка для лица розовая. Да я просто шикарно умею принимать ванну сама. Ой, хотя, хотя, ууу, кажется, сейчас я устрою потоп. И по-моему, не только потоп, но еще и пожар. Ой-ой-ой, пока Аня не пришла, надо скорее воду перекрыть. Фух, вроде все норм. Какая розовая красота, милота. Но по-моему, чего-то не хватает. Ну, конечно, розовые уточки для ванны. Иди, утеночек, буль-буль, карасики. Так, теперь залезем в мою ванночку. Ой, ну красота же. Только, походу, водичка горячевата. Надо сейчас язычком попробовать. Да не, нормально. Класс. Ой, похоже, у одной розовой свечечки фламинго башка отвалилась. Ну что ж, пусть вода тебе будет пухом, а пеном прахом. Кайф. Но опять чего-то не хватает. О, ну конечно, розовой мочалочки в виде поросюшечки. Иди сюда, мочалочка, я тобой помоюсь. Ля-пота. Ладно, мои водные жители. Фламинги, пончики, свинюшки и уточки. Мне пора вылазить. У меня же, это, челлендж продолжается. Надо костюмчик у Ани попереть. А вот и розовый костюмчик стича. Интересно, кто-нибудь смотрел этот мультик? Бу-у-у, надеюсь, Аня на меня не наедет. За то, что тут все в моей шурте. Ладно, пошлите дальше. Бу-у-у, и продолжим наш вечер. Включаю свою розовую лампочку. Зажигаю розовую свечечку на розовом подсвечнике. Надо еще на ночь на мою розовую тумбочку прикроватную положить вкусняшечки на всякий случай. Все равно я ночью, как обычно, я и захочу. Ой, ночник мой упал. А ну, вставай, давай, брата, эй. Ну и лежа в кроватке под розовым пледиком, я, между прочим, специально розовую книжечку нашла. В розовом шарфике, кайфуя, я занимаюсь саморазвитием. И так как мое розовое утро, и день, и день рождения, и вечер, я вам показала, то ночью я сплю и в основном делаю все то же самое. Так что вот такие у меня 24 часа в розовом цвете. Я для вас очень старалась. Я пока подремлю, а вы идите смотрите новое видео на Мэджик Фэмили. Че там Мишка-то натворила, капец. Ссылка в описании.